В Одессе 18.00 вы смотрите новости на седьмом канале и в студии с вами Галина Выговская. Здравствуйте. Начальника следствия Приморского отдела полиции Елену Кам поймали на крупной взятке. Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали ее на пересечении Екатерининской и Греческой в момент получения полутораста тысяч долларов благодарности, за что именно еще предстоит установить. Масштабная авария с семью пострадавшими. Около двух часов ночи на Николаевской дороге Mercedes-Benz выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с микроавтобусом Renault Master. Пострадали четыре пассажира легковушки и трое из микроавтобуса. Их доставили в областную больницу. Позднее стало известно, 40-летний пассажир Мерседеса скончался в больнице. Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Покусал патрульных, хотя непонятно, был или не был за рулем. Патрульная полиция опубликовала видео инцидента с участием одного из судей Одесской области. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к правоохранителям. А женщина, назвавшая себя водителем, оказалась пьяна. Подробности далее в сюжете. Видео нету, Вова! Вова, ты никуда не выходишь! Ты ничего не делаешь! Ты никому не сводишь! Так ярко проходит общение людей, ехавших в Ниссане Лив. По информации патрульных, инцидент произошел еще 26 июля ночью. Электромобиль нарушил правила. Проехал перекресток на красный сигнал светофора. Дальше ситуация становится запутанной. Женщина уверяет патрульных. За рулем находилась она. Проверка на алкотестере показывает превышение нормы. Допустимая норма 0,20 промеж. Все сейчас выше. 1,15. Что превышает? 6 раз. На месте также присутствовали активисты, которые утверждали, что водитель обманывает. По их словам, за рулем автомобиля находился мужчина, который во время остановки пересел на пассажирское сиденье. Сам мужчина отказался общаться с патрульными, вел себя агрессивно, кусал инспекторов, также прикрывался своим статусом. Отметим, что этот мужчина уже знаком полицейским, потому что неоднократно и систематически нарушает правила дорожного движения на улицах нашего города. Вы человека вытаскиваете втроем из машины, чтобы... Ваши машины кусают. Кто больной на голову? Так он на сайте. Не в сиденье, не в сиденье. Да, что кусаться? Я его не те. Какой у вас не те? Я судья. По нашей информации, речь идет о суде Авидеопольского районного суда Владимире Ка. Сергей Бандур, Александр Палуев, Седьмой канал. И еще одно пьяное ДТП. Этим утром на улице Малиновского 31-летняя водитель Ниссана въехала в дерево. Во время общения с полицейскими вела себя неадекватно, кидала в них деньгами, бросалась в драку, выкрикивала нецензурные слова и показывала нижнее белье. Чтобы нетрезвая водитель не навредила себе и окружающим, ее сковали наручниками и доставили в отделение полиции. По дороге она продолжала буянить, мешала вести служебный автомобиль и даже сломала бодикам одному из копов. На нарушительницу составили соответствующие материалы. Авто эвакуировали на штрафплощадку. Проблемный дом на улице Давида Остраха 23. Его жильцы никак не могут решить вопросы с подачей воды, дырявой крышей и неработающим лифтом. По словам местных, куда не обращались, поддержки нигде нет. Подробнее в сюжете далее. 16-этажный дом на улице Давида Остраха 23. Жильцы говорят, все, что в нем сделано на совесть, за их счет. При этом остается много проблем. Так, уже более двух лет после каждого дождя затапливает квартиры на верхних этажах. Светлане как раз посчастливее лошадь в такой. Вот этой зимой и этой весной вот здесь у нас было заложено, то есть, хотите верьте, хотите нет, по 10 тазиков. Вот тут вот было полностью все. Мы затопили 15-й этаж. Пришли люди в 12 часов, когда был дождь, и говорят, что у вас включено. Я говорю, зайдите, посмотрите. Она зашла, посмотрела, оно течет по вот этой стенке, и я ничего подставить там не могу. Светлана добавляет, теперь у нее начались и проблемы со здоровьем. А вот тут вот в прихожей у нас растут вот такие вот грибы, вешенки. У меня насморок не проходит круглый год. Он у меня постоянно. То есть, это аллергия на грибы. Ее сосед-пенсионер рассказывает, есть еще одна угроза короткого замыкания. Понимаете, дело в том, что уже эта вода подходит к щитовой. Это значит замыкание и дом без света. Ну, сколько ни говори, электрик пришел и говорит, что у вас за бардак такой тут творится? Неужели вы не можете щитовую сделать так, как положено? Просто никто ничего не делает, понимаете? Но даже на этом проблемы в доме не заканчиваются. Так водопроводная вода не доходит до верхних этажей. Жильцы вынуждены делать запасы и хранить ее в специальных бочках. Вот как у меня на 15 этаже, с 8 до 9, и потом днем полчасика, ну, с 12 до пол первого, и вечером там тоже минут 40, и все, и потом ее нет. Также жильцы жалуются на проблемы с лифтом. 16-этажный дом, один лифт, грузовой лифт не работает, больные, умирают люди, как торбы выносят. Но это же никуда не годится. Этот лифт, эксплуатацию. Груз везут на пассажирских. Значит, вот видите, все пассажирский лифт. И причем за пассажирский лифт оплачиваем опять же мы жильцы. Идем в управляющую компанию. Там объясняют, лифты водоснабжения не в их компетенции. Да и подачу последнего согласовали с жильцами. Крышу половины дома тоже сделали, договорившись с местными. Директор говорит, расходы на этот дом превышают доходы в 3-4 раза. К тому же там образовалась задолженность порядка 70 тысяч. Вот прошлое, позапрошлым году, да, позапрошлым году было так, эти жильцы со второй половины согласились. Они купили руберот, мы купили все остальные материалы, рабочих организовали, заплатили деньги и сделали, и закрыли этот вопрос. И люди довольны, и мы довольны, потому что жалоб нет. Вторая половина, вы обязаны нам сделать, нам обязан город сделать. И вот они уже 5 лет или 6 обращаются в город, по всей инстанции. Никто не помогает. Юрист Борис Бабий по своему опыту говорит, есть возможность даже возместить убытки за ремонт. Если люди говорят, что управляющая компания не делает ремонт, они делают все за свой счет, есть возможность еще в гражданском порядке, через суды гражданской юридической, возместить расходы на этот ремонт. Собрав все документы, сметы, накладные, стоимость работ, если бы нанимали подрядчиков, чеки. По словам жильцов, проблемы в этом доме достигли пика два года назад. Надеются, что сейчас они наконец-то решатся. Александр Тарасенко, Евгений Ичмецов, Седьмой канал. Вечером в Киеве состоится церемония вручения медицинского Оскара. Участвуют более 800 медиков из разных уголков страны. Среди номинантов – сельские фельдшеры, медсестры, ученые-изобретатели, а также военные врачи. Среди лучших медиков страны – и двое одесситов. Вернее, трое. Просто третий в особой категории. Подробности в сюжете. Украинский медицинский Оскар вручают уже во второй раз. Событие приурочено ко дню целителя Пантелеймона. Для чего это нужно? Нужно важнее для двух аспектов. Это для поддержки собственных медиков. Это сатисфакция их работы. Это подтверждение их деятельности этой высокой наградой. Помимо главной награды Ордена Святого Пантелеймона и 100 тысяч гривен, предусмотрены медали и денежные призы по 10 тысяч гривен лучшим медикам в пяти номинациях. Среди претендентов и двое одесситов. Это врач-анестезиолог Сергей Войтенко. Лекарь, который сделал очень много анестезий и помощи в зоне АТО. Больше там 700 наркозов. Номинанты на медаль за лекарское мистерство. Второй претендент на медаль в номинации «Забота и ласка для больных» одесская медсестра Виктория Сорока. Но есть еще один житель нашего города, который попал в топ-5. Это заслуженный врач-дерматолог Петр Петросян, который до сих пор консультирует пациентов. Уникальная особенность для всей Украины – это лекарь, практикующий лекарь, которому исполнилось 100 лет. Он занял пяти место, потому что у нас четыре входят в номинацию. Я поважно рада приняла решение по нему отдельную награду. Напомним, в прошлом году лучшим врачом Украины стал Михаил Каштальян, заведующий кафедрой общей хирургии Одесского национального медуниверситета. Он также работал в мобильном госпитале на Востоке. За его плечами тысячи операций ежегодно. Анна Полякова, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Седьмой канал. За семь месяцев работы Южного офиса Госаудитслужбы выявили финансовых нарушений на сумму 175 миллионов гривен. 148 из них возместили. Общий результат работы Южного офиса, наверное, лучше всего характеризует то, что по итогам работы за полугодие в нашем внутреннем рейтинге Одесса, Николаев и Херсон заняли первые три места. На данный момент почти окончили проверку службы автодорог в области. Только прямых нарушений выявили на 2 миллиона гривен. Также завершили проверку Политехнического университета. 3,3 миллиона – это реальных потерь, это достаточно много, я считаю. Скажу вам так, случаи были и не только те, которые рассказывали, то и самые разные случаи. Например, были арендаторы, которые годами пользовались электроэнергией, и за эту электроэнергию платил Политех. Ревизия «Медина» пока в процессе. Проводить ее будут специалисты из главного офиса Киева. Министр молодежи и спорта Украины ознакомился с деятельностью Центра социальных инициатив и креативного пространства «Хаб Одесса». Заодно пообщался с ребятами из молодежных развивающих центров города и области. Один из наших основных приоритетов работы с молодью было створение молодежного центра, который уже действует на протяжении трех лет. У нас уже есть невеликие центры в невеликих населениях пунктах Савранского района. И это такой опыт, и вообще работа с сельской молодью уникальна для Украины, потому что таких практик и методик нет. То есть мы их разработаем с нуля. Федерация дебатов Украины занимается как интеллектуальный спорт. Он направлен на то, чтобы развивать человеческий потенциал, давать информационную обознанность о том, что происходит в мире, развивать критическое мышление. Мне было бы интересно услышать, какие стратегии, как видит Министерство развития молодежной политики и в целом молодежи в стране. На встрече отметили патриотично-национальную направленную стратегию развития. По словам министра, этим аспектом воспитания молодежи мало занимаются. Это что тут, это супер, это приклад для всей страны. Как он называется? Impact Hub. За свою суть, это тот пространство, где можно прийти молодь и реализовывать. Это такой пространство, который сприятливый для человека. И это очень важно. Кроме этого, министр отметил, что у Одессы большой спортивный потенциал. Так, в рамках рабочего визита Игорь Жданов посетил стадион «Динамо» от ИГ «Авангард» и открыл олимпийскую смену молодой гвардии. Подробности в сюжете Екатерины Банковой. Свой визит министр молодежи и спорта Игорь Жданов начал с посещения стадиона «Динамо». Он еще в октябре 2017-го получил статус базы олимпийской подготовки. За это время в ремонт вложили около 18 миллионов гривен. 8 из госбюджета и 10 привлеченных инвестиций. Мы не дали через уряд постановую статус базы олимпийской резервы, что не позволяет приватизировать этот спортивный объект, что позволяет платить меньше налогов на землю. Потому что тогда, если нет статуса базы олимпийской резервы, там умовно складывают 10 миллионов гривен на рік. Если есть, то 100 тысяч. Это суттєва помощь. Мы разом убьем и при формовании бюджета, чтобы на эти базы шли какие-то додатковые кошти на ее восстановление. Деньги вложили в постройку общежития, новые баскетбольно-спортивные площадки, покрытие дорожек и кафе. Еще 5 миллионов необходимы для продолжения ремонта и закупки спортивного инвентаря. Только после окончания всех работ можно будет рассматривать возможность получения сертификата на проведение всеукраинских соревнований. Мы собираемся закончить все, оборудовать его просто, полностью укомплектовать. И только после этого, опять-таки, жобл-администрация нам очень помогает. В этом выделено финансирование по развитию программы физической культуры и спорта на приобретение этого инвентаря. Сейчас будет объявлен тендер по прыжковым ямам и высоту. И только после этого, согласно всех процедур, мы сможем подавать на сертификацию на проведение соревнований. Еще один масштабный проект – гимнастический зал. На него потребуется более 20 миллионов гривен. Совместно с губернатором и руководителем «Динамо» Виктором Петровичем Коржом было принято решение, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции одной из частей нашего стадиона, где будет, я надеюсь, у нас все получится, где будет зал спортивной гимнастики, многофункциональный зал. И я думаю, что в 2019-2020 году это будет все воплощено. В рамках визита министр посетил также авангардовскую ОТГ и открыл олимпийскую смену в молодой гвардии. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Бардовская поэзия возвращается. В Одессе на День независимости пройдет фестиваль авторской песни «Вольная гавань». Организаторы надеются возродить этот жанр в Украине. Жанр незаслуженно как-то забытого у нас в городе, находящимся в таком глубоком подполье. Есть какие-то разрозненные исполнители, которым, собственно говоря, особенно и негде показывать свое творчество. Приглашаем всех к участию. Это не только барды, это и поэты. И не только одиночные представители. Это может быть дуэт, это может быть трио, это может быть ансамбль. По итогу фестиваля победители наградят призами и грамотами. Организаторы ожидают более ста участников. Как правило, это творческие мастерские, где молодые начинающие авторы или уже кто не первый год пишет, но тем не менее хочет себя проявить на фестивале. Они представляют свое творчество. Как правило, это два-три произведения. Авторские песни будут звучать три дня. 24, 25 и 26 августа в парке Шевченко. Также в рамках фестиваля обещают мастер-классы, поэтические чтения и детскую программу. Алексей Гончаренко предложил обменять себя на голодающего в колонии Олега Сенцова. Что это? Акт искреннего самопожертвования или банальный политический пиар? Этот вопрос зададут нардепу в прямом эфире Сергей Бандур и Евгений Салтан, 18-20. Кстати, вы тоже можете дозвониться в эфир. 726-33-26. Это номер нашей студии. А в 19-20 Сергей Бандур и Вера Корольченко затронут тему защиты прав человека. Представителем омбудсмена в Южном регионе назначен Александр Остапенко. Ждем его в эфире. Не пропустите. Продолжение следует... Продолжение следует...